Привет, друзья! Вы на канале Школа Волшебного Поблемаше, а я Ира Русецкая. Я ваш преподаватель. Если вы вдруг соберетесь прийти ко мне обучаться в школе волшебной, то вот вы будете иметь дело лично со мной. И это очень хорошо, потому что по образованию я архитектор широкого профиля. Кроме того, у меня пару десятков лет опыта в различных сферах дизайна. Это ландшапный дизайн, дизайн интерьера, веб-дизайн. Вот я обожаю, например, сайты проектировать. Если мне нужен сайт для какого-то проекта, я его сама себе очень красивенько делаю за несколько дней. Потом полиграфический дизайн. Я издала две книжки, и макеты тоже сделала лично я, и фотографии, и иллюстрации, и даже шрифт разработала с очень большим удовольствием. Ну, потому что дизайн — это моя любовь, дизайн. Вот еще мои навыки, кстати, около 15 лет в проектировании дизайна игрушек, начиная с мишек Тедди, авторских кукол. И вот далее я перешла на скульптуры в технике папье-маше, подвесные скульптуры. И вот именно их вы можете у меня, например, на моих шурцах посмотреть. Вот этим я занимаюсь в последнее время и занялась обучением. Я обучаю людей, как из папье-маше делать скульптуры, но не только техники, но и всяким таким своим наработочкам, секретикам в сфере дизайна. И вот у нас получаются очень красивые проекты. Я сама с удовольствием, просто-просто с удовольствием это делаю. Это невозможно. Это настолько мое с людьми поднимать это, что сидит внутри и раскрывается. Боже, как это красиво все раскрывается. Это как будто ты смотришь на маленький росточек таланта и наблюдаешь на нем с таким большим удивлением, как он начинает прорастать в человеке. Вот во мне тоже такой росточек. Он так и продолжает, кстати, прорастать. Мне бы очень хотелось новые работы материализовывать. Такое сложное слово для меня. Я все время на нем спотыкаюсь. Материализовывать в реальности. Вот. Ну, давайте перейдем к делу. Сегодня я хотела бы познакомить вас. Хотя, может, кто-то уже и знаком. Но, может быть, и нет. Не все же дизайнеры. С одним прекрасным инструментом, который называется золотое сечение. Термин придумал Витрувий. Он, конечно, большой и молодец. Ну, вы все знаете, наверное, витрувианского человека Леонардо да Винчи, который изобразил. Вот. Это уже была работа наших древних мудрецов с золотым сечением. Вообще золотое сечение мы встречаем просто в природе. Вот. Выйдите на море, да, найдите там ракушку, и вы увидите, что она закручена именно по пропорциям золотого сечения. Я немножко позже расскажу, каким именно хитрым образом. На самом деле это очень просто. Вы легко поймете, когда я вам объясню. Но, кроме того, я бы хотела рассказать, как использовать этот инструмент золотого сечения для того, чтобы проектировать наши игрушечки, да, скульптуры так, чтобы они смотрелись, как это сказать. Ну, например, в архитектуре считается, что пропорции золотого сечения создают максимально спокойные пропорции. Да, вот именно это слово – спокойные. Вот. Давайте разбираться, что же такого в них спокойного, и вообще, как это делается. Вот смотрите. Вот видите, здесь передо мной квадратик и прямоугольничек, да. И вот если у нас квадрат со стороной 1, ну, скажем, сантиметр, да, то если мы сделаем сторону прямоугольника со стороной 1,618, то вот эти пропорции и будут золотым сечением, пропорциями золотого сечения, да. То есть есть формула золотого сечения, но я не хочу перегружать математикой мой урок, потому что хочу на другие вещи визуально все это вам показать. Вот. Но вот это вот число – 1,618. Вот этот коэффициент нам надо запомнить. Вот. И я сейчас покажу вам такую интересную вещь. Вот смотрите на этот рисунок, да. Сейчас я его даже вот так вот увеличу. Вот если мы возьмем вот этот вот синий прямоугольничек, да, и вот здесь вот, так, где тут у меня ручка, снова нарисуем вот этот квадратик, да, 1 на 1. Вот так вот, раз. Вот. То получится, что вот оставшийся прямоугольничек, он тоже со сторонами, которые находятся в пропорции золотого сечения. А теперь, если мы возьмем и вот тут опять нарисуем квадратик, да, то вот этот вот оставшийся прямоугольничек, он тоже будет со сторонами золотого сечения. И если мы опять вот так раз, и вот снова у нас вот этот уже квадратик, да, то вот этот прямоугольничек тоже будет со сторонами в пропорции золотого сечения. И вот так дальше можно вот так пойти. Оп. Вот так. И даже если мы возьмем конкретные числа, да, ну вот у нас, например, квадрат со стороной 8 на 8, да, вот если вы восьмерочку разделите на число 1 из 618, то у вас получится примерно 5. Вот 5 и там 0 с чем-то, да. И вот получается, если мы пятерочку разделим на 1 из 618, то у нас получится тройка. Если мы тройку разделим на 1 из 618, у нас получится двойка и так далее. Вот так вот формируется у нас вот такой вот интересный ряд. А теперь тоже вот интереснейший факт. Если мы теперь вот эту вот штуку вот так вот... У меня не очень красиво, но как бы схематически по дугам вот так вот соединим, да, то есть на каждом квадратике вот здесь вот проведем такую дугу, да, вот так вот по радиусу, да, вот возьмем радиус вот этот, тут 8 возьмем, тут радиус 5 возьмем и проведем вот такие вот дуги, да, то у нас получится вот такая вот спираль, да. Давайте я эту спираль... Сейчас... Уперот. По-белорусски говорят, уперот. Не вперед, а вот уперот. Что она у меня не хочет уперот. Ладно, тогда давайте мы это удалим. Вот так, а эту уперот. Так, вот и получилась наша прекраснейшая спираль фибоначчи. Но и это еще не все. То есть смотрите, есть прямоугольнички, есть спираль теперь у нас, да, все это находится вот в этой гармоничной пропорции. А вот смотрите, еще какая картинка, да. Вот если мы теперь возьмем вот этот радиус, да, ну или диаметр, вот тот же, та же восьмерочка у нас пошла, да, диаметр 8, и сделаем круги в этих квадратах, то вот эти круги, они тоже образуют вот эту красивую пропорцию золотого сечения. Вот я уже говорила о том, что золотое сечение мы часто встречаем в природе. В ракушках-шишках, в пропорциях животных, в пропорциях человека. Вот даже если обычную ладонь взять, то соотношение пальцев к ладони, да, вот как бы у греков, вот в идеальной греческой фигуре, это золотое сечение, да, в архитектуре, да, в искусстве. Вот уже люди намеренно использовали золотое сечение, потому что это спокойно. Да, вот ты смотришь на что-то, что обладает пропорциями золотого сечения, и ты успокаиваешься, да, ты умиротворяешься, ты испытываешь гармонию внутри, мир, покой. Вот этими вещами, да, успокаиванием людей через произведения архитектуры и искусства занимались еще древние греки, древние египтяне, да, а потом, сейчас и мы с вами можем вполне этим заниматься, да, вот давайте вот такой вопиющий пример той же Монолизы, да, вот если мы посмотрим, что вот это расстояние здесь, да, вот это расстояние в пропорции золотого сечения и носик, как это так получилось, что он ровненько на центр спирали, да, или вот еще вариант тоже Леонардо да Винчи, здесь даже рука вот так вот очень красиво по линии спирали идет, да, А вот еще, смотрите, вот такой прекрасный пример. Эта картина называется «Явление Христа народу», да, и вот вы тут уже сами можете увидеть, как интересно здесь вот эта спираль читается, да, и она как бы даже вглубь идет, да, вот смотрите, она уходит вглубь, в перспективе, то есть на переднем плане у нас люди, вот они крупным планом идут, да, вот фигуры Иоанна Крестителя, а дальше в перспективе толпа как бы уходит вот так раз и замыкается спиралью, вот центром спирали является Иисус Христос, который вот на этой картине даже не прописан хорошо, да, мы только видим его силуэт и узнаем его по его одежде, да, вот его традиционные цвета, в которых он обычно изображается, как эта одежда называется, я не помню, но вот эти красные и синие, да, цвета его, и мы знаем, что это Христос по цветам, по тому, вот как он тихонечко приближается, да, еще даже люди, они, может быть, не узнали его, да, он еще не узнан, он просто приближается, в общем, это удивительнейшая картина, я ее видела в Третьяковской галерее, и эскизы к ней, которые размером тоже каждый с картину, в общем, это потрясающая, просто огромная картина, очень рекомендую посмотреть на нее вживую, ну, давайте теперь тоже посмотрим, а как вот мы можем пользоваться этим инструментом в своей работе, когда мы проектируем игрушечки, да, вот мы, например, сейчас проектируем в закрытом клубе коллекцию грибов, вот мы недавно начали, и сейчас мы работаем над эскизной стадией, да, то есть мы работаем сейчас над идеей концепции и переходим к эскизной стадии, поэтому я в том числе вот для тех, кто со мной сейчас работает в рамках закрытого клуба, хочу тоже вот показать такую штуку, например, вот мы знаем, что мы хотим грибочек высотой, скажем, 8 сантиметров, на самом деле здесь может быть любое число, может быть 9, 10, 7, но просто мы будем тогда все остальные величинки делить на коэффициент 1 и 618, да, вот, например, скажем так, у нас 8 для простоты, да, ну и таким образом, если мы разделим на 1 и 618, мы найдем вот где-то здесь вот пятерочку, да, и проведем сюда 5, сюда 5, да, получится у нас такой квадрат 5 на 5 сантиметров, да, и здесь у нас получится прямоугольничек 3 на 5, да, вот здесь у нас 3, а здесь 5, и вот теперь мы можем уже работать с этим пространством, например, вот мы берем и рисуем здесь вот такую необыкновенную совершенно красоты грибную шляпку, да, вот, ну и соответственно здесь мы будем рисовать ножку, да, причем ножку, толщину ножки мы тоже можем не от балды брать, да, а мы можем вот дальше попробовать делить, давайте я возьму другой цвет, нарисуем теперь вот здесь квадрат 3 на 3, да, у нас здесь получится 2, да, тут мы нарисуем вот 2 на 2 квадрат, и у нас тут уже получится 1, тут будет 2, тут 1, ну и вот мы можем, например, за толщину ножки взять нашу единичку, почему бы и нет, то есть вот это вот расстояние мы возьмем для ножки, ну вот скажем, у нас уже вот и ножка уже по золотому сечению, вот это единичка, да, что мы можем сделать дальше, например, мы можем взять вот это расстояние 2, да, его снизу отложить, вот скажем так ориентировочно, да, и, например, на этом месте немножко утолщить наш грибочек, да, начать вот здесь вот так вот утолщать, например, потом мы можем даже и единичку здесь так, оп, и вот у нас получится такая тоже маленькая, то есть видите, я по спирали продолжаю вот убирать, вот как на предыдущем рисунке, ну и вот это вот расстояние, вполне можно под воротничок пустить, да, ну вот у нас совершенно идеальный, прямо греческий какой-то мухоморчик получился, да, прямо очень мне нравится, вот такие золотые пропорции, или, например, такой вариант, так, сейчас я гляну, ага, вот давайте на этом же листике, но вот с этой стороны зарисую такую схемку, тоже делим по золотым пропорциям, но уже вот так, да, и тогда мы можем сделать вот такую, например, необыкновенной совершенно красоты шляпку, да, а ножка у нас будет вот такая, или, например, ножку мы можем взять вот двоечкой и сделать такую толстую ножку, да, вот такая вот ножка, что тоже очень симпатично, да, я, кстати, недавно осваивала 3D программу, у меня был вот грибочек в похожих пропорциях, именно вот такая большая шляпка, с такими вот светящимися кружочками красивыми, вот такой вариант, тоже золотое сечение, ну что, дальше поехали, поняли, так, а теперь давайте с картинкой про кружочки немножко поиграем, вот она у меня, да, вот смотрите, например, нам нужно спроектировать какого-нибудь медведя, да, используя вот эти пропорции золотого сечения. Давайте сначала попробуем без пропорций золотого сечения, а возьмем вот эту вот частую ошибку начинающих, когда мы делаем одинаковые массы в наших игрушках, да, и вот что у нас получится. Ну, в принципе, это имеет место быть, если у нас такая стилизация, как бы, ну, бывает же, что художники даже могут иногда стилизовать свои игрушечки, чтобы они смотрелись как будто бы детские рисунки, да, вот тогда у нас будет одинаковое по массам тело, так вот, хопа, вот, ну, какой-то барашек у меня симпатичный. Вот это мы здесь не использовали золотое сечение, да, а давайте попробуем использовать вот эти пропорции золотого сечения. Что интересно у нас получится? Ну, скажем, только я немножко уменьшу, да, как бы я сделаю в тех же пропорциях, но кружочки уменьшу. Вот, допустим, за голову я возьму самый большой, да, а за тело вот я возьму тот, что поменьше, да, вот. Тут вот у меня уже вырисовывается вот такая вот желание сделать ручки вот в этих рамках, да, ножки тоже какие-то такие можно, да, о, вот такие вот я люблю ножки, так, ушки пошли, тоже маленькие. Хоп, вот, вот такой вариант. Вот уже мишка по золотому сечению. Или наоборот, давайте попробуем. Берем, например, головку вот такую, да, а тело, наоборот, сделаем ему вот такое толстое. И будет у нас такой мишка-шарик. Уже, опа, такой толстый, винни-пуший совершенно мишка-шарик такой вот. Симпатичный. Да, вот. Хорошо. Ну, или давайте я разберу еще пару примеров вот именно работ моих учениц замечательных. Вот, например, например, вот такие вот фонарик, да, фонарик, который, грибок-фонарик, да, у нас там есть такая коллекция нашей ксинию. Вот грибочков-фонариков. Вот как нам этот грибочек-фонарик тоже попробовать по золотому сечению выстроить, да, давайте разбираться. Значит, во-первых, шляпку, да, мы можем по золотому сечению, по длине можем, да, это сделать. Вот, то есть у нас шляпка будет такая по длине. Даже можно пошире тогда ее хочется, да. Вот, и, соответственно, у нас вот тут вот будет тогда фонарик, вот, вот, совершенно витрувианский у нас фонарик получился, да. Потом вот с этой вот штучечкой тоже как вот разобраться, да, можно взять, да, вот уже эту, это расстояние, да, вот, опа, и в конце вот наша бубочка. Ну, вот, к примеру, да, очень даже гармонично. Или вот еще был такой пример интересный, где вот грибочек, да, а под ним Варя наша вот хотела машинку сделать, да, и вот древние греки, они бы спросили, а почему вот у вас грибочек, шляпка его и машинка, да, ну, вот, машинка одинаковые почти по массам, да, вот, объясните, будьте так добры, ну, а как бы они сделали, интересно, да, вот они бы, например, тоже начали играться с этими пропорциями. Вариант номер один, да, вот сделать шляпку поменьше, а машинку уже побольше по массам, да, вот такой это первый вариант. Второй вариант, это когда у нас шляпка такая, ну, скажем, пускай она даже будет в виде зонтика, мне ее хочется сделать, да, раскидистого зонтика, а под ним уже такая небольшенькая такая уже машинка по пропорциям, да, с таким, вот такой вариант уже, такой вот, вот, как вам, а вообще у нас там в тайном клубе такое творится, что я просто сама в шоке от того, какие штуки люди творят, например, сегодня вот прислали эскизы, коллекции, где вместо шляпок кокошники древнерусские, причем целый набор вот старинных головных уборов, шляпки, головные уборы, вот шляпки, они же и есть головные уборы грибов, да, и вот, получается, сказки царта грибов, боже, какая-то коллекция невероятная, я просто вот, вот с таким вот лицом, как вот я сейчас, я так обычно в телефоне это у себя и смотрю, вот эти идеи потрясающие, ну, в общем, вот, скажите, вам понятно я объяснила про то, как вот высчитывать эти золотые пропорции, зачем это нужно, вот как с этим работать, если да, ну, напишите мне тогда Иришка, спасибо, я в теме, буду теперь в своем дизайне обязательно использовать этот инструмент, на самом деле стоит немножко посидеть, да, и просто вот повысчитывать и почертить, порисовать, как глаз, он уже каким-то образом запоминает эту пропорцию, и вы после этого уже будете автоматически без всяких расчетов в своих эскизах тоже рисовать все в пропорциях золотого сечения, ну, все, даже не хочется прощаться, знаете, так хорошо с вами, это невероятно что-то, но все-таки надо завершать, еще секунду, еще секунду, на все-все-все, пока всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok